Как действовать в очагах химического ядерного поражения при техногенной катастрофе? В Урае свои знания и навыки демонстрировали санитарные дружины городских предприятий и организаций. 13-й смотр конкурса объединил десятки специалистов разных профессий. Что было самым сложным в заданиях и кто стал лидером состязаний в материале наших коллег. Команда! Показать! На это задание по нормативам дается не более 11 секунд. Судьи тщательно проверяют качество выполнения задачи. В случае, если есть погрешность, присуждается штрафной бал. Раз, два, три. Так, его фиксируем, значит, прыгнет. Среди этапов конкурса действия в очагах химического ядерного поражения и при техногенной катастрофе, а также оказание доврачебной помощи при ДТП и сердечно-легочная реанимация. Проверка укомплектованности санитарных сумок и оценка информационных бюллетеней – тоже традиционные задания. Те очаги выбраны – это то, с чем могут столкнуться на предприятиях, организациях, учреждениях, при ведении гражданской обороны, при просто чрезвычайных ситуациях и просто в жизни. Команды одновременно выполняют задания в разных локациях. Судьи следят за ходом действий санитарных дружин. Конечно, надо считать и надо все это знать. Все равно, конечно, если они хоть что-то будут делать, это уже поможет там одному, двум, трем, четырем, это уже плюс. Участники команд борются за главный кубок соревнований, но на этих состязаниях присутствует дух единства. Бывает, где-то подсказывают друг другу. Смотр конкурса воспринимают как площадку для обмена опытом и саморазвития. Самый сложный этап, наверное, это как раз у нас всегда проблема возникает с надеванием противогазов. Потому что необходимо уложиться в 11 секунд, чтобы не получить штрафных баллов. А в принципе остальные участки, это по опыту, скажем так, предыдущих лет, по участиям, можно сказать, они уже не представляют какой-то сложности для нашей команды. По итогам соревнований максимальное количество баллов у команды Урай-НПО-Сервис. По словам организаторов, отрыв остальных дружин минимальный. А значит, представители предприятий полностью готовы грамотно оказать медицинскую помощь в случае ЧП. Гузарь Иванова, Дмитрий Лашманов. Специально для новостей. Продолжение следует...